Понаду все, мрия не втратить свой шанс, цей чернявый хлопец. Каждый раз, когда я стою на сцену, и вот первые аккорды для меня — это улыбка до ушей. Все не могу улыбаться, а с каждого шута вышла на сцену. Я музыкант, я пою, я хочу, чтобы мой голос оценили, а не мой внешний вид. Спивай. Правильно я сказал? Спивай. 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 Море вернулось, говором чаек, Песней припоя на свет пропутив. Сердце, как друга, море встречает, Сердце, как песня, летит из груди. О море, море, преданным скалам Ты ненадолго подаришь припой. Море возьми меня в дальние дали, Парусовалый, Песня с собой. Ух ты! Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, как вас зовут? Вагиф. Вагиф, откуда вы приехали? Родом из Баку, приехал из Харькова. Вау! Вы не просто пели сегодня. Я слышала всю душу вашего народа. Песня Маслима Магомаева, она просто необыкновенной красоты, и вам удалось ее исполнить на все сто. Поэтому я приглашаю вас в свою команду. А как долго вы поете? С трех лет. С трех лет? А вам сколько сейчас? Восемнадцать. Пятнадцать лет. Пятнадцать летний опыт у человека. В принципе, я не намерен здесь быть в какой-то отстающей группе. Мне нужен вот такой вот мужской в команде голос. Настоящий мужик, баритон, бархат. Но имей в виду, я очень жду тебя в своей команде. Я имела счастье знать лично Муслима Магометовича. Я исполняла эту песню. Я понимаю и чувствую, как вы отнеслись к этому произведению с трепетом. У вас чувствовалось вот это преклонение перед вашим великим земляком, перед гениальным певцом Муслимом Магомаевым. И вот ваше отношение к музыке вызвало море аплодисментов, и некоторые задумались. Кто-то стал на три минуты юным, молодым. Спасибо вам большое. Я не знаю, в чьей команде вы будете, но я вам очень благодарна, что именно вот эта нота достойнейшая, музыкальная, потрясающая прозвучала в этом проекте. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Я думаю, что это было одно из самых лучших, что дала радянская музыка. Это был Муслим Магомаев. И то, что вы достойно продолжаете его справу. Дуже красиво заспевано, очень слышно, очень правильно. Ну, а с привода меня, я вам скажу так. Я не смогу научить вас лучше спевать, чем вы уже спеваете, потому что вы очень хорошо спеваете. И я... Спасибо. Я думаю, что я мог бы помогти вам спевать так, чтобы подчас спеву все разумели, что вы отдаёте душу. Спасибо. Ну, а теперь, теперь самое главное. Мы все затаили дыхание и ждём, в чьей же команде окажется твой голос. Твой красивый, бархатистый голос. Подумай хорошенько. Подумай хорошенько. Тамара Гождетелли. Тамара. Спасибо вам большое. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Молодец. Поздравляем. Это прямо отлично. Это приобретение в команду. Правильная у него подача. Да, и нет вот этой нахрапистости. И есть некая вот эта мягкость, которая присуща. Может, это всё-таки народ поддержит коней. В следующем сезоне до меня ишло больше людей. Я думаю, что великая причина в том, что, знаючи мой подход, все боятся, что я, значит, буду всех выкидать. Я без жалюсти. Ура! 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 Такой глубокий баритон, он не может быть другим. Брюнет и с таким теплым, чарующим восточным голосом. Вот это тепло, всё вместе с силой, это всё шло. Наступную неделю весняное солнце не на жар распалит сердца наставники. Многие у вас, конечно, знаете, говорят, как душей. Хочется очароваться, вот прям до конца влюбиться. Тут можно и голос найти на нашем шоу, у человека, девчонка. За это можно всё отдать, и до того я в это верю. Зірковый бум на сцене «Голос Украины». Мамбе, это ваша песня, это «Гобу-бокс»? Привет, а мы знакомы. Элдит жив. Что смусило одного из участников ховать своё обличчя. Боже, это там, покажите нам. Та чи повернеться Святослав Вакарчук у тренерское кресло. Они будут драться, рвать себе душу.